доброго времени суток приветствую всех на своем канале вяжем крючком с ольгой головатой открываем сегодня свои копилочки и снова складываем абсолютно несложный очень милый узор нашу копилку для вязания наших будущих вещей смотрите перед вами два образца один образец я связала строго по схеме эту схему я приложу вам и он будет дальше бежать в ролике 2 образец я связала с некими легкими изменениями я немножко уменьшила количество петелек в этих цепочках и выбросила один ряд какова разница небольшая но смотрите в одном образце у нас ромбики эти наши прямоугольнички смотрят один в одну сторону другой в другую а в этом образце они будут смотреть все в одну сторону схемку можно в меру каких-то возможностей возможности менять еще можно уменьшать еще этот ромбик уменьшать еще цепочки делать еще более гуще чуть-чуть гуще этот узор но пока меня устраивает вот такой вот образец это тоже по-своему неплохо давайте мы с вами свяжем маленький пролет один рапорт этого узора значит я здесь уменьшила до 14 петель в пропорте плюс идет по плюс 1 идет для симметрии это 15 и по 2 краевые 19 петелек но вот набираем 19 петелек в цепочку берем такую же розовую ниточку вижу я из хлопка бегония турецкого производства крючок использую 1 и 3 набираем 19 петель в цепочку вот мы набрали 19 петелек теперь делаем 3 подъемных пропуская одну петлю в узоре через одну мы делаем столбик с накидом и повторяем еще дважды в эту же петельку 2 3 теперь две воздушные и в эту же петельку мы снова повторяем 3 столбика с накидом теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель пропускаем 5 петелек в нашей цепочки 4 5 в шестую вяжем 3 столбика без накида 1 6 7 и 8 вновь вяжем 5 столбиков 5 петелек воздушных но пропускаем в цепочке 5 петель и в шестую вяжем 3 столбика с накидом в одну и ту же петлю 2 воздушные и в ту же петлю вновь повторяем 3 столбика и делаем последний столбик с накидом краевой вот это разбивка одного раппорта нашего узора теперь делаем 4 подъемных по схеме идет 3 подъемных но я делаю 4 чтобы здесь вот этот вот край не стягивала разворачиваемся и в арочку между нашими столбиками с накидом в арочку снова делаем 3 столбика с накидом в ту же арочку 2 воздушные вновь повторяем 3 столбика с накидом в ту же арочку теперь мы делаем снова 5 воздушных и посредине здесь где было три подряд столбика без накида мы делаем один центральный столбик без накида опять делаем цепочку из пяти воздушных и повторяем наши арочки 3 столбика с накидом 2 воздушные и 3 столбика с накидом и последняя наша идет столбик с накидом за уголочек нашего веера это подъемный столбик краевой вновь делаем подъем 4 воздушных разворачиваемся здесь мы всегда вяжем один и тот же веер из трех столбиков с накидом 2 воздушных и снова три столбика с накидом сейчас мы вяжем 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и опускаемся вот этот вот столбик без накида посрединке снова делаем столбик без накида подымаем 3 воздушные разворачиваемся и вывязываем наш прямоугольничек вот здесь вот очень аккуратно не пропустите первые петельки вяжем 7 столбиков с накидом 1 2 3 обратите внимание что я захожу за две дольки тогда мы вот здесь будет получаться красивый аккуратный край 4 5 6 и последняя последний 7 столбик с накидом делаем 3 подъемных разворачиваемся и снова вяжем начиная со следующей петли 7 столбиков с накидом 6 8 8 9 9 9 9 10 и последний самый неприятный это над подъемными петлями и 7 вот мы вывязали наш первый угольничек и далее вяжем опять в арочку 3 столбика с накидом 2 петелечки у нас идет воздушных и снова 3 столбика с накидом и последний у нас идет краевой столбик с накидом в уголок нашего веера опять делаем 4 подъемных петли разворачиваемся здесь мы вяжем то же самое наш веерок из трех столбика 2 воздушных и снова 3 столбика с накидом теперь вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и делаем столбик без накида в уголочек вот он уголочек в уголочек нашего прямоугольника и снова 5 воздушных петель здесь все тоже веерок последний столбик краевой мы с вами связали один рапорт нашего узора если по схеме идет 5 рядов то здесь у нас получилось 4 ряда мы один ряд со схемы выбросили теперь давайте сделаем еще несколько рядов повторения чтобы вы видели как еще переходить на следующий рапорт это уже делается очень просто буквально с одного ряда это уже видно раз два три четыре теперь вновь делаем раз два три четыре пять мы сейчас вяжем первый ряд нашего второго рапорта теперь нам нужно сделать в первом ряду по схеме 3 петли 3 столбика без накида вот мы вот так это их делаем один идет столбик без накида под арочку второй идет в наш столбик предыдущего ряда и третий под арочку ну и далее пошли по узору и последний последний краевой столбик ну вот мы с вами связали один рапорт один пролет один рапорт и один ряд со второго рапорта вот он этот последний ряд это уже первый ряд следующего рапорта и далее идет узор по повторению вот такая вот малышка у нас вышла можно связать померять конечно связать лучше не один пролетик хотя бы два три для образца для того чтобы потом размерять свое изделие на какие размеры вам это будет нужно ну вот так вот такое у нас получилось интересное создание и одно и второе создание очень неплохое очень красивые кофточки из этого получаются ну а я на сегодня с вами прощаюсь большое спасибо вам за внимание кто не подписался на мой канал обязательно подпишитесь мы будем с вами вязать очень много интересного ну а пока на сегодня все легких вам петелек и до свидания спасибо и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...